Театр – это «Здесь и сейчас». Михаил Чехов дарил. «Когда у меня будет пенсия, я иди нахер, просто люблю или не люблю, нравится или не нравится. Ваша любимая роль? Я ещё не сыграл её. Ваш любимый дом? Я ещё не построил его». Театр – это совершенно безумные люди. «Ты сходил на Гамлета? Да мы в карты играли. Чуть не убил его». Жесткач был такой, да. Помните ли вы свой первый раз? Первый секс? – В театре. – В театре? Ну, наверное, это… Господи, это же первый театр – это ёлки. Всегда ты их ждёшь, это всегда эти вот кулёчки с мандаринами, с этими конфетами. Ёлки во дворце пионеров в городе Краснодаре. Театрализованы свои ёлки, где я сам был этим самым… Помню, родители мне сделали шлем космонавта с надписям. Это была совершенно фантастика. Появились эти надувные эти мячики, обклеили этим по пьемаше, потом шарик вытягивается, дырка для головы, и там этот космонавт, там, СССР. А школьный спецакль – это был у нас «Поднятая церина», Макар Нагульнов – моя первая роль. И последняя… Нет, последняя была эта… С Леной Гриминой Гамрита играл. А так это Макар Нагульнов. Это было в школе. Были наклеены усы, тогда не было своих усов. Чёрные брови у меня были… Ну, свои брови. Ну, что же ты семенами везёшь? Знаем, на что вы нашу пашеничку гатите. На девок всё тратите. Ну, это он Макару Нагульнову говорит. Ну, и там я, значит, я его бью со страшной силой этим рукояткой. Нога, а потом ногами. Вот. Ну, это было… Он был в ватнике, было всё очень круто. Жесткач был такой, да. Ваша самая большая любовь. Театральное, естественно. Господи, ты меня напугала. Ну, это когда я приехал в Москву, тебе говорю, это вот. Первое впечатление. Взял билеты в филиал Малого театра и Старый Новый год. Открывается занавес. На сцене стоит Олег Ефремов и все звёзды МХАТа. Ну, первое впечатление, совершенно фантастика. Сколько вам было лет? Семнадцать. Почему вам захотелось пойти в театр в таком возрасте? Ну, я просто ходил в театр у себя в городе Краснодаре всегда. Помню Алиса Брунновна Фрейдлих. Когда она играла в театре Ренсовета, фантастика это была. Укрощение с троптивой. Дебильнейшая постановка. Но она прекрасна была. В чём эта Петручча одет? И этот выходит Петручча в хоккейном костюме. Ну, это такой мрак. Но всё равно вот, васяна, это вот, конечно, театр держала и спасала. Сколько раз в месяц выходите в театр? Практически каждый день. Почему хожу? Ну, смотрю 21-й раз спектакль, или 15-й, или 20-й. Но, во-первых, надо видеть, как этот спектакль идёт. Не теряет ли он свой уровень. И каждый раз спектакль, всё равно это как первый раз, не бывает двух одинаковых спектаклей. Потому что она тоже та же самая совершенно безумная. Наши две девушки, Роза Хайрулина и Юлия Чебакова, они каждый день, каждый раз меняют спектакль. Я говорю, остановитесь. Олег, это творчество, это так. Мы же каждый день по-разному живём, переживаем день заново. Но это правильный, наверное, подход. Поэтому все балеты на их спектакли проданы, потому что это здесь и сейчас. Это фантастика. Прибыль или искусство? Театр — это не про деньги. Я давно это понял. Есть мечта, которая... Ну, со мной все спорят. Ты никогда не выйдешь на ноль. Но я считаю, что к этому надо стремиться. Всё-таки идеальная модель театра — это Бродвей. Когда был в Нью-Йорке, мы были две недели, я ходил три раза в день в театр. Можно было в день спектакля купить билет за 100 долларов, за 20 долларов, за 10 долларов. И сесть, смотреть спектакль, с любой точки прекрасно видно. В Лондоне я был на «Король лев». Купил билет на 12 часов ночи. А там идёт спектакль в 3 часа, в 6, в 9 и в 12. Там три состава, я не знаю, это такая индустрия. Это фантастический спектакль. Я купил билет с рук каких-то рыжих ирландцев. Прихожу, подхожу с билетом в центральный вход, говорит, нет. Ну, я думаю, меня накололи. Потом какой-то подъезд, я иду по какой-то непонятной лестнице, на пятый или на шестой этаж, оказываюсь на самом верхнем ярусе. Все сидят в пальто, жуют попкорн, семечки. Ну, в общем, такого я, то, что в театре сидят в пальто. И тоже медопера сидят в пальто все в зале. Это фантастика. Хреново тучи этих самых мягких игрушек. То есть мерч, игрушки. Это такой бизнес, это окупается. То есть это всё продумано, всё придумано. То есть то, что я сейчас пытаюсь сделать, чтобы у нас в театре тоже был мерч. Сувенирная продукция, печатная продукция. Ко мне пришли в офис клуб путешественников Фёдорова. Они у меня купили мой мерч, мои фирмы. И купили плакаты, которые я напечатал, чтобы отдать их в дом архитектора. Уже есть звёзды наши, свои родные. Потрясающие девушки, дочери Сосо. Каждая звезда, это, конечно, они потрясающие. Вы сами подводите меня к следующему вопросу. Актёр или зритель? И актёр, и зритель. Здесь для меня важно, важно, чтобы было комфортно. Кто главнее в театре, актёр или зритель? Нет такого. Ну, конечно, идут на актёра. Актёр, постановка, режиссёр. И, конечно же, главное – это зритель. Я не разделю никогда. Мне важно, чтобы комфортно было и зрителям, и комфортно было актёрам. Чтобы у них были прекрасные гримерки, чтобы у них был свой санузел, свой душ, чтобы у них была вода, чтобы был чай, чтобы им было комфортно, чтобы они подарили себя зрителям, и чтобы зрителям было комфортно. Чтобы зрители получили этот кайф, который получаю я от каждого спектакля, от актёров. Современная драматургия или классика? Это вопрос такой чисто архитектурный, понимаешь? Что такое современная архитектура? Что такое классика? Шехтер – это современная архитектура? Уже нет. Нет. Это то, что вызывает восторг и счастье. Сейчас – это современная архитектура. Это современный театр. Сколько домов построено вчера или позавчера, они уже устарели. А Шехтель, Гемар, Корбезье будут современными всегда. Потому что сейчас они вызывают восторг и восхищение. Гауди вызывает куда ещё современнее Гауди. Он прекрасен, он современный. Можно поставить современную пьесу так, что всех будет тошнить. А можно поставить классику. Ну, извините, Петрушевская – это уже классика. Простите, да, но она классика. Но извини, вот опять же. Он в Аргентине – это современнейшая пьеса. Господи, какой отклик она вызвала во время матча финала. Финальный матч Аргентина-Франция. А на сцене был спектакль «Он в Аргентине». Мы иногда очень попадаем по датам. Мы попадаем туда. Поэтому я считаю, что «Я убил царя» в День защитника Отечества. Это тоже прекрасное совпадение. Извини, мы ставили о чём «Я убил царя»? Совершенно о другом. О покаянии. О покаянии, которое должно было произойти. И которого не произошло. 25 или 26 февраля мы играли в «Толстой Столыпин». И как там всё попало? В наше время. А это мы спектаклю уже там. Десять лет. Что больше всего вы ненавидите в театре? Я ненавижу нигде равнодушных людей. И понимаешь, вот ко мне приходит архитектор после мархии. Говорит, а какая у меня будет пенсия? Белая, чёрная. Какая у меня будет пенсия? Говорит, слушай, иди нахер. Если ты уже сейчас в свои 22 года думаешь о пенсии, это не для нашей мастерской. Здесь вот, ну, конечно, театр – это совершенно безумные люди. У архитектора, у актёра, там, кто занимается театром, глаза должны гореть. Ну, это вот, ну, это вот, ну, как вот, я не знаю. За всю свою актёрскую, господи, актёрскую, зрительскую карьеру, вот, ну, я только два раза ушёл из театра. Был такой период в Амхате пьеса «Столивары». Ну, блин, это вообще, что-то мне там... Я ушёл после первого отделения, замшелось, да, вот это вот. То, что говорила Лена Гремина «Театр с трюшечками». Вот, то есть вот это беда-беда. Сколько можно смотреть «Чайку», сколько можно смотреть «Вишневый сад» или, как говорит, правильно говорить, «Вишневый сад». Всё равно это пьеса современная. Всё равно это про сейчас. Если бы у вас была возможность посмотреть любой спектакль, даже если там это первое представление в придворном театре царя Алексея Михайловича, то какой бы это был спектакль? Был какой-то период, когда я не ходил в театр. Я пропустил Серсо. Васильева. Да. Я пропустил Ж. Енитьбу. Мирзоева. Я не мог пойти на Гамлета и отдал эти балеты своему другу. Гамлет в постановке Тарковского. Говорю, ну ты сходил? Ты сходил на Гамлета в постановке Тарковского? Да мы в карты играли. Говорю, дебил там. Ни учить не убил его. Я не мог пойти, потому что у меня там был заказчик. Вот, к сожалению. Вот какие-то вот вещи такие вот. Потому что театр – это здесь и сейчас. О чём я жалею сейчас. Сколько спектаклей. Я просто откладывал, откладывал, откладывал. Да откладывался, блин. Их теперь нет. Этих спектаклей. Хорошо я успел посмотреть. Там же тогда же Гостика. Пошёл, посмотрел этого. Серёжу. Успел. Посмотрел. Мы потом дадим субтитры, что речь про Крымова. Потрясающий Хабенский. Как он сыграл. К сожалению, с Толей Белым я не видел. Но Хабенский – это ну и Маша великолепная. Раз уж вы сами заговорили об актёрах, то если бы у вас была возможность познакомиться с абсолютно любым театральным деятелем, то кто бы это был? Сейчас скажу, Шекспир. Нет, конечно. Почему нет? Я видел спектакли Эфроса. Я видел спектакли юного Фокина. Вопрос не провидел. Вопрос, с кем бы вы захотели бы вот сесть, выпить и пообщаться. Я бы с ними пообщался после премьеры. И выпил бы после премьеры. Я уже пригласил. Есть целый ряд режиссёров, которыми я хочу работать, которых хочу пригласить, чтобы они поставили в нашем театре спектакли. И вот после этого с ними выпью обязательно. Это не Немирович, например? Ну, это, ну, это вот... Михаил Чехов, да. Мне кажется, с ним было бы мне проще разговаривать. Школа Михаила Чехова это, собственно, весь Голливуд. Американская школа это вот актёрская, это блестящая школа. Это, опять же, вышло из системы Станиславского. Ну, я не специальный, я не этот самый, я дилетант. Я просто люблю или не люблю, нравится или не нравится. На этом уровне. И раз уж тут к нам вот вверху уже заглядывают люди, которые пришли на репетицию спектакля, где-то был так долго чувак, подвожу вас к последнему вопросу. Олег, ваш любимый спектакль в пространстве внутри. Один. Один. Он ещё не поставлен. Ваша любимая роль, я ещё не сыграл её. Ваш любимый дом, я ещё не построил его. То есть, всё ещё впереди. Женя Беркович, там, наше сокровище, хотя она сама наше сокровище. Я убил царя. Безумно люблю этот спектакль. Это не я. Аляска. Сейчас я хочу вернуть на сцену «Море сосны», Саши Денисовой и Михаила Угарова. Я хочу вернуть доковских актёров и режиссёров, чтобы они у нас поставили в театре. Толгата Баталова там вызваниваю, Лену Махову, чтобы они взяли какой-то материал там Лены или Миши и поставили у нас. То есть, это не должна цепочка прерываться. Как сказала Марина Давыдова, история театра, русского театра делится на до театра ДОК и после театра ДОК. Удивительно, конечно, там вот ты сидишь, слушаешь там телевизор, раньше там слушал, там и ты слышишь, да, это фильм 50-х годов по речи, по всем этим самым. Это 60-е годы, это современный язык. Язык меняется театральный и говорит, вот тут классику всё изуродовали. Дорогие друзья, прислушайтесь, включите свои, откройте свои чакры, прислушайтесь, понимаете, ну, мы живём здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok